Новый шериф в городе! Спонсор этого видео Всефутболки Алиэкспресс.ком У меня нет спонсоров и единственный мой спонсор это мой кошелек И купил я эти вещи на Алиэкспресс Вдруг вас заинтересует такая футболка или такая маска Ссылки есть в описании Поехали! Приветствую вас, мальчишки и девчонки а также их родители С вами Джейсон Вурхис Вы смотрите канал Сын Отеца Игрушки Ну а сегодня у нас обзор на набор по ходячим мертвецам И этот набор уже не конструктор Это коллекционная фигурка Это делюкс набор или делюкс сет с Дереланд Диксоном и его новым байком о котором я расскажу очень подробно ибо сделан он круто Фигурка немножко видоизменена я имею ввиду сейчас в сравнении вот с этим набором и мы обязательно сравним эти оба набора фигурки, мотоциклы и аксессуары ибо здесь в данном в новом наборе нож сделан очень плохо но об этом все подробненько когда я вскрою коробочку собственно давайте-ка мы ее вскроем сейчас я приду и где там моя техасская бензопила а вот же она хотя нет наверное не покатит нет не буду использовать а то этот нытик который любитель собирать коробочки все это вставлять в коробочках начнет плакать сопельки, слюньки ну помните как в фильме Ведьма из Блэр вот он такие же сопли, слюни начнет разводить если я поврежу коробочку так что вскроем ее очень аккуратно дабы не было ко мне претензий давайте смотреть что содержит данный набор и что же мы по факту тут имеем вот такой задник неинтересный и вот такой блистер в котором у нас есть фигурка байк арбалет естественно же и тот самый злосчастный ножик давайте это все достанем и теперь давайте сравним ножи нож Дэрила Диксона это вещь достаточно культовая она у него с самого начала и как мы видим в новом наборе вот этот нож из нового набора этот из старого где Дэрил поставлялся с чоппером обзор на этот набор уже был на канале так что ссылочку ищите в описании и обязательно загляните и посмотрите тот обзор тоже так вот новый нож он вообще ни о чем такое ощущение что это просто подготовленная болванка к покраске но ее забыли покрасить и упаковали в мой набор вот вам и Дэлюкс набор как вы можете видеть старый нож покрашена у него ручка покрашено лезвие оно немножечко так блестит этот же нож одного цвета такого серого матового цвета я думаю что его просто не покрасили ну и еще из минусов у него форма такая как у обеденного ножа у столового прибора знаете здесь еще таких резцов не хватает и все можно мяско резать и так далее этот же нож он такой более заостренный и как говорится больше похож на охотничий как то вот так получилось с ножом и учитывая что это Дэлюкс набор все таки хотелось бы чтобы таких косяков Макфарлейн не делал но он есть и с одной стороны это придает некой интересности в плане коллекционного экземпляра то есть вот у меня непокрашенный нож это добавляет некой ценности коллекционному предмету в частности этой фигурке и набору что касается его арбалетов то они в целом идентичны разница у них там минимальная в покрасе где-то чуть-чуть разнятся и количество стрел у нового 4 стрелы запасных у старого 3 хотя я могу предположить что я где-то посеял одну стрелу скорее всего но в общем есть вот такая разница и не знаю насколько видно это на записи но у нового цвет стрел такой ближе к салатовому а у старого ближе к зеленому и это пожалуй все отличия арбалетов в остальном же они прям вот как две капли воды я не вижу особой разницы в них по фигуркам скажу следующее вот этот дэрил это из набора который был с чоппером ну а этот из нового набора во первых соответственно вы видите что одежда другая это даже хорошо видно сзади у него у старого дэрила крылья четче выделены на спине у нового они прям сливаются что на мой взгляд не есть хорошо так же очень сильное отличие в одежде которая под его каноничной жилеткой ну и как вы видите платок здесь он намного длинней честно не сильно помню насколько он увеличился в сериале и как создатели это объясняют ну в общем есть разница да лица потом покажу их надо поближе показать ножны немножко переехали ближе вперед ну и соответственно штаны немного разнятся по текстуре в целом они очень даже похожи та же самая дырень на коленке ну и обувь похожа только у старого она более детально проработана и конечно вот этот вот нюанс который появился в последних сериях у старого дырила как-то больше деталей на обувь таких потертостей то есть стоптанная обувь это хорошо видно потертая у нового а она такая как из магазина что не есть хорошо то есть отношение к деталям у старого дырила было лучше ну и их лица мне кажется у каждого из них есть что-то от дырила но в целом они не очень похожи на него но вот сбоку они обе фигурки больше похожи на нормана ридуса ну а спереди я даже не знаю мне кажется вот новый он больше похож на дырила диксона но глаза у него что-то не то с глазами у старого дырила диксона некий такой прищур наверное ближе к оригиналу но опять же это только мое мнение вы его всегда можете оспорить в комментариях вот такие вот дела касаемо фигурки ну вот крылья поближе покажу видите здесь они четче и на мой взгляд это лучше по артикуляции я скажу отдельно по фигурке ну насколько я могу судить она в принципе примерно стандартная для фигурок от mac farlane то есть новых фигурок да и не совсем старых то есть разница у этих фигурок два года но мне кажется как это мы видим на всех игрушках и коллекционных фигурках не считая элитных фигурок идет некое упрощение что на мой взгляд не есть хорошо ну что касается байков сравнивать их ну по меньшей мере глупо скажу лишь то что оба они очень детально проработаны и меня это прям офигеть добавить нечего сейчас мы посмотрим отдельно вот на этот байк ну а этот я уже рассматривал в предыдущем обзоре ссылка на него как всегда я говорю есть в описании обязательно зацените очень круто особенно вот это крепление для арбалета на новом байке такого крепления нет что ж давайте рассматривать вот этот кастомный байк новый байк нормана ридуса или дэрила диксона это кастомная honda cb750 nighthawk данный байк разработан испанской мастерской классифейт мото и как вы все помните в новых сериях он пришел на смену старому чоперу из чего же делали мастера этот мотоцикл особенности реальной модели следующие донор honda cb750 nighthawk 1992 года вилка от yamaha yzfr6 переднее колесо все от той же yamaha передний тормоз также от yamaha yzfr6 заднее колесо от honda nighthawk резина кенда биг блок топливный бак xs650 переделанный руль se cr hi выхлоп модифицированная стоковая система седло самодельное кожаное аккумулятор шарай литиум айон всю эту информацию я нашел на сайте bikepost.ru ссылка на этот сайт есть в описании спасибо ребятам за столь подробную информацию об этом байке макфарламс немножечко не дотянули этот байк до оригинальной версии есть некое соответствие например вот здесь сзади отсутствуют еще две таких фиговины они еще должны быть перемотаны сейчас у вас на экранах должна быть появиться фотография оригинального мотоцикла также отсутствует шов вот здесь могли бы хотя бы просто прорисовать это дело им бы не сильно это встало по цене но добавило бы некой изюминки ну и конечно же конечно же фара мотоцикла могла бы быть стеклянной мне кажется это было бы намного лучше кстати вот в пример вот этот байк тут фара стеклянная можно было бы по этому примеру сделать и здесь и было бы просто офигенно но опять же как я уже сказал замечаю упрощение от всех вообще всех производителей на которые игрушки или коллекционные фигурки я делаю обзоры у них везде идет упрощение ну с одной стороны я понимаю надо где-то сэкономить чтобы маржинальность была выше и был смысл вообще что-то продавать колесики тут у нас подвижны естественно руль вращается и подставочка она очень удобная она вот так поднимается складывается раскладывается выкручивается и ставится мотоцикл стоит очень уверенно это конечно же радует ну и сейчас вам кину пару фотографий как выглядят оба дэрила на своих байках и блин это же чертовски круто надо определить им место на полочке позади поставить двадцати пяти сантиметрового дэрила который у меня есть и обзор на него тоже есть в описании можете поглядеть также смотрите обзор набора который конструктор по ходячим мертвецам выпущенный также этой компанией McFarlane Toys он тоже есть в описании в общем как вы поняли мой любимый персонаж из сериала ходячий это Дэрил Диксон ну хватит трепаться фоточки мы уже посмотрели давайте переходить к итогу ну в любом случае мотоцикл получился очень классным добротно проработаны многие детали покрас великолепен выхлопные трубы вообще здорово сделаны некая потертость и грязь на колесах ржавый бак ржавое крыло блин все это очень круто сделано весьма трепетное отношение к деталям ну как я уже сказал некоторые моменты к сожалению не дотянули и это есть минус но в целом и в общем мотоциклам я офигеть как доволен фигурка же конечно немножко уступает по оформлению и подходу к деталям и немного о фигурке не в сравнении а просто по самой фигурке скажу ножны сюда вставляется нож и вынимается тот самый который не покрашенный ножны выполнены из резины платок выполнен тоже из резины его безрукавка тоже выполнены из резины можно под нее немножечко заглянуть здесь у нас локоть порван и колено порвано но опять же тот же косяк как я и говорил раньше могли бы этот шарнир прокрасить что если ногу сгибаешь то не было бы ощущения что нога рвется немножечко о его артикуляции скажу голова вращается но не опускается и не поднимается здесь нет такого шарнира в торсе есть в груди подвижное соединение но оно только на вращение работает плечевой сустав поднимается и вращается в локте есть точка артикуляции локоть сгибается разгибается и тут еще рука вращается и кисть сама имеет вращение в тазобедренном суставе небольшой поворот есть скрипучий и нога в бедре поднимается назад но тут немного нелепо получается когда ноги назад отводятся они отводятся и в сторону за счет вот этого соединения ноги можно отводить в сторону это для удобства при посадке дэрела на байк и колено естественно сгибается но ход такой на 90 градусов то есть до конца как у человека нога не сгибается это максимум и небольшое совсем небольшое подвижное соединение есть в ноге вот такая вот подвижность у нового диксона впрочем ничем не отличается от старого диксона ну пожалуй можно подвести итог на мой взгляд сет получился весьма добротным и если у вас даже есть предыдущая версия дэрила диксона с его чоппером эта фигурка не станет лишней ибо она только дополнит вашу коллекцию ведь это абсолютно другая фигурка абсолютно другой байк который просто заслуживает отдельных похвал за исключением некоторых нюансов о которых я упомянул в обзоре в общем друзья я вам рекомендую эту фигурку если вы естественно являетесь фанатом ходячих в любом другом случае смотрите сами я всегда высказываю лишь свое мнение вы же свои выводы делайте сами ну а если вы с чем-то не согласны пишите об этом в комментариях обязательно подискутируем на эту тему не забывайте ставить ваши лайки делать репосты подписывайтесь на канал жмите на колокольчик и увидимся уже завтра с вами был Джейсон Бурхис всего вам доброго друзья коллекционеры пока 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 субтитры сделал DimaTorzok и